теперь так я не могу успокоиться такие арбузы нам не снились вот вы еще и овощеват бахчеват нет я почему меня не занимаюсь когда в этом году я тебя попробовал выращивание дым ничего сказать не могу потому что первый опыт купил очень вкусный арбуз и решил органично выглядела моя голова между двух половинок арбуза ладно так тогда мы это по тема пропускаем вот теперь так значит смотрите вот это брать и мы идем туда снизу верно ни какой а был он тогда почему это дерево уничтожено готова и уже снялся начале весны вот столбы видно с левой стороны вот даже лампа освещения видно вот здесь тянули новую какую-то линию для освещения этих фонарей приехали со службы ребята бравые с пилами бензо взяли я не знаю что мне сказали или удалять или обрезать они взяли эти вишни попилили здесь по левую форму было они удалили раз два по моему шесть или восемь вишни которым уже минимум 25 лет вот это фотография 29 я дальше там есть пенек я считал годовым концом 25 лет вишни отличные шикарные вишни а это не это не варварство это я говорю как специалист по промышленной безопасности это не так но фото 27 если снизу идти это та самая мертвая абрикос еще раз говорю кто будет задавать мне вопросы сгниет или нет я отвечаю так все моем саду беспорядочной половой связи все абрикосы перри опылились так что у них теперь бродят самых культурных гены манджурских абрикосов манджурские абрикосы у меня маточное дерево это гигант это значит что он сравненный низ гор из сырых мест пример того что на нем королевский дал несколько российских рекордов это точно но 25 ведер с 15-летнего дерева то чем-то говорит ладно я к чему говорю хотите господа друзья в него и слова господа ненавижу хотите друзья земляки иметь абрикосы и сибири выписывайте по принципу всех помаленьку швот пройдут с любой невзгоды но что-то останется потому что так легко оказывается когда отказываешься от этой технологии дебильные журналика знаете чем я говорю посадка косточки заглублением посадка в ямы вот игнорирование корневой шейки ой чего только не на выдумывали обрезка дебильная к ненужная к это с лишних веток находят на каждом деле чуть ли не сотни вот и в результате получается что дерево погубят а у нас расти не будет а у нас на всем районе ни одного дерева вот поэтому метод и к вот сибири они пришли откуда с европы из приморья сырого живы живы так фото 26 что за гигант это один из самых старых грецких орехов которые растут у нас здесь на территории это самое большое дерево сажение фотографии не передает масштабом это огромное дерево абсолютно живое здорово и который ежегодно дает воды это опять же ценит это не какой-то стороной орех очень вкусный мягкая скорлупа и сам орех так скажите мне тупому грецкие орехи что бывает сортовые еще и не сортовые время очень много разговоров о сортовых орехов о прививке орехов и выращивание ореховых садов на этом ломают попья многие потому что идут споры как садить какая схема посадки я пока что больших они будут я немножко хотя это это не политика когда я боюсь говорить в какой деревне скоток берсовском районе в одной из деревень засадили все улицы двумя-тремя рядами орехов причем по принципу чей двор ближе то тот и хозяин и вот там вот берсовском районе красотской области благодать никакой агротехники растут и ничего не делается попробовали мы сибиряки один год максим пять лет и мертвичина и все эти знаменитые идеалы и прочее знаете как я наткнулся это я не вам говорю вас понятно благодать вон он гигант так на северном кавказе дороге засажены зеленая эти полосы как там тысячи этих орехов растут без всякой агротехники у нас бесполезно сказки оказались как правда открылось когда одних рекламировали при садином хозяйстве и действительно выращивали потом оказалось также как тут растет посреди города город греет орех есть вот а все что продадут на сторону со саженцы или просто к семенной материал орешки сами все вымерзает в этой же области тут же за городом несколько километров в общем распространение грецкий орех не получил вот возьмите эту зиму подмосковную 36 это один источник сообщил 42 на уровне почвы другой источник сообщил ну если кто и пытался выросе догады что там творится правильно то есть грецким орехом горит бесполезно он не перейдет невидимую черту север-юг у нас орехи я вам расскажу у нас главный распространитель орехов и садовод любитель это вороны они осенью подлетают орехом берут орешки несут высоты бросает орех на землю если попадает орех на камень на асфальт он развивается ворона садится и ест очень часто орех выпадает из плюва где-то у нас не вырастет самый северный кого я знаю тула садовод ващин он по моему не просто да вот он даже ученый садовод вот я вам скажу он мне присылал фотография восхищенным но сожалению это есть граница для вы меня разбередили раны прислали эту фотографию грецких орехов не видать видите как наши более северные наши с вами собрать и садоводы все по продумали естественно когда берешь тысячи семь со выращиваешь после какой страшной зима останется 10 или 30 да пожалуйста по что мы потом увидим доведем до подошли на извините лет 15 так самое мало разобьете один орех и достанете орешек вы больше не захотите его остальные расчеты да в том-то и беда я такие как раз получал не буду говорить от кого от самого на тот момент раскручена журналом представительное хозяйство получал такие твердые мелкие и даже их разбивать не хочется ну еще чуть-чуть и были бы уже манчжурцы а может гибриду с манчжурцем ладно не хотелось бы а грустом но грецкий орех это моя головная боль самара выписывал сказание выписывал с украины саженцы привозил все мертво но я не занимался селекция надо было начинать все скотчика вы сами говорите чем дичее тем надежнее но зачем бы а в сибири еще быстрее бы отечали также как у меня шелковицы получилось прислали семена все что довел до плодоношения 5 деревьев из 200 получил на мизинец гляньте вставлять шелковицы это царица для меня это дерево детства это черная морда черная рубашка понимаете у нас я вырастил шелковицу нужно поскромнее конечно и никакой надежды на то чтобы это повторить успех ладно дать шелковица не сегодняшняя тема я имею ввиду не повторитесь на каком плане укореняешь корни недостаточно расстройки так вот все сеешь получаешь такую мелочь короче это вторая я почему неудача у меня шелковица я кормлю птиц мне не достается увидели вы как я понавесил этих дисков морды нарисовать и лазерные диски морды нарисовал сказали отгоню прихожу не ходить плодик одни морды висят которые нарисов страшно ну ладно поехали дальше фото 25 это наверное самая старая груша тоже в регионе где живу в нашем поселке груша которой я застал два года я видел и ел с ее плоды а одной весной я иду и смотрю эта груша спилена вот так правда правда к счастью спилена на высоте где-то двух метров я потом на следующий год смотрю опустила вот такие вот и даже в прошлом году через два года после того как ее спилили уже были плоды я когда взял брал черенки вышла женщина спросила что я делаю я объяснил я хочу размножить эту грушу она сказала что эту грушу 50 лет тому назад плюс минус один два года принес ее отец с леса вот так она сказала принес то есть он ее не прививал или принес привитой история об этом умалчивает эта груша 50 лет росла потом ее вкурили она опять начинает возвращаться к жизни вот такой вот сейчас она имеет вид такой вот букет очень вкусная груша какой сорт опять же никто не знает осенняя она говорит мы всегда шли в сентябре я всегда в школу брала эти груши до 2 человека чтобы так великолепно за 50 лет и катаклизма быть хватало и не одичало ведь не одичало же нет вот смотрите мне остались семена прошлого года весит я сейчас нашел фотографию где-то ведер 20 нарядная фильма это кстати мировой лидер гран-при заработала на между родной выставке так вот у меня остались семена и мне также наши земляки в том числе а будет ли посадки плоды открывая одну из своих догадок открытий вот она звучит так это я все потому что конкретно не могу сказать разброс большой когда допустим где-то на юге посади мне мой привет шелковица вы самый идеальный потому что она реагирует на климат хорошо посади виталии плоды вот такие как две-три фаланги пальцы до великолепно это же как я из 205 вырастил получил мелочь сибири а мне готовы нищие семена пришли получается еще дичья будет так вот я говорю разброс огромный вот среди этих самых и по качеству и по морозостойкости и так получается и самое с грушами нарядная фильма привита на уссурийскую грушу морозостойкость перешла к нему не сомневаюсь я допустим лысинковец как меня в связи с советом садоводом россии первым челябинске обозвали лысинковца ну спасибо конечно за такое звание но дело в том что я считаю что действительно а дикаря вегетативным путем передается морозостойкость перевоя а качество падает а на мои груши самые сладкие как сибири и слаще не бывает значит только могут быть у латинкова но мы же с ним два брата два сапога и что получается вот ваша груша за 50 лет не дичала теплом краю и не было смысла дичать видимо не напрягалась так например я чек вы выписал у меня 100 семечек например он хочет стать лидером в своей области например из них 50 зашло это я всем говорю не только вам вам спасибо за снимок натолкнули этому 50 дошло допустим 30 дошло до плодоношения мало ли катаклизма если там бродят гены уссурийский груш то есть дикаря которая частично морозостойкость поднялась и у культурной качество плодов ни разу не портилась приживаемость на уссурики 100 и 100 если уж бывали ошибки то это может быть там чисто механически то есть идеальный случай можно ли из него получить грушу идеального вкуса боднар получил работал только с этими с магазинами жаль не готовился к разговору я все показал бы эту грушу бы все бахнули ну-ка может ладно в принципе сегодня мне надо вас пытать и не себя давайте вы сейчас говорили о грушах привитых на дичку или выращивание косточку дело в том что у меня то все привитые я выращивал только уссурийскую дикую в коксеяне для того чтобы иметь свои семена так вот отводка она не дает корневых и наконец все у меня привитые культурные абсолютно сладкие у меня ведь не 10 не 20 гостей было за все года несколько тысяч тут уж нет они не наврешь и что получается они как это может происходить когда дикарь который невозможно в рот взять на я сейчас говорю мне сразу сели сжимается как вспомнил как я пробовал да вот заброшенном саду вот это ужас и не передается вот эта кислота не передается это дубовость культурные не придется и все но тогда получается они приносим раз стойкость тоже можно предположить да ну кто-то должен эту тему продолжать вот у меня же они лежат холодильника их никто не покупает а знать почему не покупает она у меня будет не замерзли не знаю никогда не врёт зачем мне так хватает слова они будут сладкие игры привитая до айсенца не знаю вот такая история а да а как я еще разводить вот видите что творится а у вас она вон и семечко наверняка ведь она это и семечко так которая обрезана два плата я думаю что это и семечко потому что я там и был прививка к пакетам из лесу конечно лесная красавица мой пример и самый яркий 19 век или 18 уже там бельгии она туда родом из леса принес это увидел дерево плодоносит сладчайшая груши как они туда попали в лес может быть с культурного сада птицы принесли да а получился потом что но какой они похожи на что ведь она же сладчайшая у меня лесная красавица растет хоть бы хны ничего делать сочи не бывает так вот но у нее это предки были из леса непривитая правда сердце ну привез и в саду а теперь по всему миру он до сибири дошло ярче примера не бывает также и ваш такой же пример вот мне нравится алексея винограда много чесенца нашел яблони черешни абрикосы и это самое и шелковица мало нас таких мы для чего сидим с вами разговариваем как раз у нас было больше давайте еще примеры я я листаю дальше а что цитака так как афтография 24 24 мы переместились в волынскую область на мою родину это на окраине улице и вот слева это груша который тоже я думаю лет так это я снимал на зуме то есть я не подходил близко потому что там огороды слева эта груша или так наверное 50 а справа яблоня и помоложе думаю лет 30 и вот так как груша растет обдуваемая всеми ветрами и и никто никогда не обрезал может быть какой ветер сломал так на выбиться на 5 приземистая штампа у нее небольшой может быть там и кто-то обрезал вот у меня где штаба так на себе растет сама по себе и он и когда не трогает это у него память от прадедушки здорово и кстати вот эти вот те кто учат обрезать вот если бы такая груша приснилась во сне он в ужасе проснулся и побежал искать этот пилу потому что все ветки которые растут вниз он бы тут живо обрезал я это всегда поражаюсь до до сих пор где-то я в одном где тот когда-то я прочитал кто-то однажды все-таки правду написал один из тысяч авторов это что это очень важно богдан извините что я вчера вклиниваюсь ну душа ноет какое-то количество листьев площадь листьев и одно допустим один плод то и соответствие должно быть а дерево часто не дает соответствие допустим плода много листья мало листьям много плода мало вот и вот из-за этого что люди не поняли что в конечном счете есть еще ну как вот у меня животом килограмм 10 вот тут запах да я могу месяц не кушать я пробовал ничего живой так и деревья и вот не зная вот этого соответственно вы это придумали что много лишних веток и давай их уничтожать я вообще смотрю на эту грушу там у меня полный веток вниз растет все это было бы уничтожено и никто не догадываться мало того что уже бы два раза меньше был выражай груши все полный веток отрезать конечном счете суммарный урожай оба не до нее нет у людей мозгов когда они учат что все ветки что растут вниз надо отрезать так еще дерево количество потом говорят манелиос вот он и полез ладно 5 отвлекся рядышком здесь километрах пяти растет груша дичка мы их так называем это маленькие плоды ей так по возрасту примерно 25-35 лет она вот если смотреть на эту фотографию с волыни она вообще не имеет штампа она практически из земли как бы вырастают ветки она такая компактная каждый день каждый день каждый год помится от урожая его много но он вроде мелкий это идеальный источник кстати для получения семечек семян для получения подводек груши очень хорошая проживаемость и очень нравится регулярно использую опять же наполнение ваших слов что обрезают там я вот так посмотрел с точки зрения стандартного садоводства эту грушу нужно резать но если посмотреть внимательно на нее как природа управляет она сама себя держит из форме которая необходима ее среди и она прекрасно себя чувствует никаких заболеваний да слава богу мы единомышленники морду пить и не будем друг друга фото номер 22 это все что осталось от одной из двух яблонь в моем саду у моих родителей это яблоня который посадил мой дедушка он на него так говорил такое яблоко интересные кислофладки мы ничего не путаем я вижу тут сбоку растет от водочек черешни скорее это вишня или вишня очень сильно никто не ухаживает и яблоня и вишня а вишню пускают корневые от водки и там это это нормально все отлично так а там просто сбоку прибилось вот этот пенек все что осталось от яблони который было бы сейчас лет так восемьдесят восемьдесят пять там почему и кстати это произошло большое дерево оно растет над дорогой сверху идут провода опять же приехали электрики сказали что нужно если вы не хотите полностью резать давайте по чуть-чуть срезайте и я помню эту историю дедушка срезал ветку она большая такая сантиметров 60 в диаметре и с этой ветки начало дерево гнить появилось дупло я помню прекрасно мне было лет десять меня это дупло интересовало я всегда думал что там какие-то солы живут и это дупло начало дальше увеличиваться вглубь вглубь и в конце вот это дерево засохло а потом упало и вот видите по краю есть была желая древесина более-менее а внутри была труха такая как пор она все гнила уже а вот дальше вы будете переключить и будет соседка яблоня поехали ну что с этим понятно лучше бы не трогали дерево вот но тысячи авторов продолжают убеждать что дерево неправильно растут так и пишут